Всем привет! Представляю вам перевод статейки, небезызвестного в узких кругах Андре Ламота. Статья от 1994 года. Журнал называется Game Developer. Мне эта статья показалась интересной. Возможно, тем, кто ни разу не задумывался о проблеме с сетевого взаимодействия, это будет интересно. То есть тот, кто ни разу с этим не сталкивался и даже в принципе не думал, «О, напишу-ка я что-нибудь сетевое, какую-нибудь сетевую игру», то это будет интересно, да? То есть тут будет дана какая-то пища для размышлений. То есть в этой статье идет поверхностное обсуждение проблем и способов организации сетевого обмена. Ну и, конечно же, не нужно забывать, что статья от 1994 года. И многое может показаться устаревшим, но я бы так не сказал. Итак, приступим. Высокоэффективное сетевое решение. Одним из самых сложных аспектов программирования сетевой игры – это синхронизация всех действий на разных компьютерах. Вы можете справиться с этой задачей с помощью некоторых хитрых приемов программирования. Видеоигра – это больше, чем набор картинок, которые двигаются по экрану. Это проводник в другое измерение. Измерение, синтезированное воображением и воплощенное в жизнь с помощью компьютера. Эти электронные миры являются тем местом, где законы физики и реальности являются нашими игрушками. Мы, словно боги, можем делать все, что захотим. Было бы прекрасно, если бы мы смогли разместить в нашем виртуальном мире больше, чем один игрок. Они могут быть друзьями или врагами. Этот выбор остается за ним. Это добавило бы новые текстуры в игру и позволило бы выйти на новый уровень интерактивности. Даже с самым продвинутым искусственным интеллектом мы не можем получить такой геймплей, который может дать реальный человек. Игры для двух человек существуют давно. Но, несмотря на это, в них обычно можно играть на одном компьютере. Использование компьютера для одновременной игры на нем двух игроков имеет, конечно же, свои недостатки. Первое. Каждый игрок имеет один и тот же вид. Второе. Оба игрока вынуждены сидеть рядом друг с другом, так как они используют адену и то же оборудование. Достижения в области сетей и модемов позволяют запускать многопользовательские игры на нескольких компьютерах. Телефонные линии и компьютерные сети сейчас имеют достаточную пропускную способность, чтобы отправлять большое количество информации, необходимую для запуска многопользовательских игр в реальном времени. Эта способность связывать нескольких игроков и сосуществовать в одной игре поистине невероятно. Это приближает игровой процесс на один шаг к реальности. Вся идея видеоигры состоит в том, чтобы испытать или пережить что-то трудное, или опасное, или же то, что невозможно получить в нашей вселенной. Наличие двух или более игроков в мире, каждый понятное дело со своей повесткой дня, как, впрочем, и в реальной жизни, может сделать игру на порядок более увлекательной и полезной. Итак, пора заканчивать разговаривать о философских аспектах многопользовательских игр. Давайте перейдем к делу и поговорим о том, как эти идеи реализуются и что разработчик игр должен учитывать при создании многопользовательской игры. Мы не будем вдаваться в фактическую реализацию многопользовательской игры или обсуждать какой-то код. Для начала лучше ознакомиться с языком и методами проектирования многопользовательских игр, а уж потом переходить к кодированию. Создание многопользовательской игры – это не то же самое, что создание однопользовательской игры, или даже многопользовательской, но для одного компьютера. Присутствуют некоторые ограничения из-за того, что в игре может участвовать несколько компьютеров, то есть игроков с отдельных компьютеров. При разработке многопользовательской игры нужно учитывать много нюансов, такие как связь, подсистемы, архитектуру игры и придерживаться многих законов программирования. Эта методология должна быть в состоянии постоянного изменения, от начала разработки игры и до самого конца, иначе хаос будет царить во всем вашем коде. Первое правило создания многопользовательских игр – это разрабатывайте игру как многопользовательскую с самого начала. Не пытайтесь превращать обычную игру в многопользовательскую после того, как часть разработки уже прошла. Здесь мы будем использовать модель, основанную на двух компьютерах и двух игроках, каждый на своем компьютере. И эту модель вы видите на экране. Здесь вы видите два компьютера – PC1 и PC2. Также игрока 1 и игрока 2. И эти компьютеры соединены друг с другом, в принципе, неважно чем. Мы не собираемся концентрироваться на типе канала связи, который мы используем. Главное, что они могут передавать друг другу данные, обрабатывать их и отправлять обратно. Это может быть Ethernet, модем, ну или почтовые голуби. Уровень связи не имеет значения, по крайней мере, на данном этапе нашей эволюции. Эта модель спокойно расширяется для большего количества игроков, использующих одни и те же фундаментальные методы, как для двух игроков. Нужно понять, что существует около триллиона способов сделать что-то на компьютере. Несмотря на то, что многие методы и алгоритмы сопоставимы друг с другом, многие из них не являются таковыми. Я говорю это потому, что методы и методологии, которые мы будем обсуждать, это всего лишь несколько способов взглянуть на проблему. Это не единственные точки зрения и способы решений. Проблемы, которые мы рассмотрим, также не являются исчерпывающим списком с ответами на все. Мы просто получим основы, а затем вы можете создать их. Вы можете их детальнее изучить и расширить в том направлении, в котором нужно. Чтобы связать двух игроков, нам нужно как-то синхронизировать два компьютера. Нам нужно каким-то образом превратить два компьютера в один, чтобы каждый игрок не знал о физическом разрыве между машинами. Мы должны поддерживать синхронизацию обеих игровых миров, используя канал связи для передачи информации о каждой игре на другую машину. В качестве примера можно поговорить о игре Pong. Чтобы поддерживать синхронизацию для двух игроков, нам нужно каким-то образом сделать определенные части информации общими для двух компьютеров. И это вы видите на экране. Ну что вы видите? Вы видите пример. То есть эта информация будет включать позиции ракетки, положение шайбы и конечно же очки для игры в Pong. Это не так уж и плохо. Но что если бы мы хотели иметь игру, в которой было бы тысячи объектов и действий? Ну например такие как космические баталии с огромным количеством кораблей и астероидов. Тогда мы столкнемся с проблемой, которую не так уж и легко решить. Более того, все сложные взаимодействия игровой системы должны быть синхронизированы. Как понимаете, нам нужен план или по крайней мере некоторые идеи о том, как мы собираемся передавать состояние каждой игры на другой компьютер и наоборот. Что бы мы ни делали, это должно быть сделано цикл за циклом. И это не должно позволить игрокам выйти из синхронизации. Достичь этой цели можно двумя способами. Я называю их синхронизацией ввода-вывода и векторно-позиционной синхронизацией. Синхронизация ввода-вывода. Судя по названию, синхронизация ввода-вывода использует поток состояния ввода-вывода другого компьютера для выполнения синхронизации. Представьте, что у вас есть два компьютера, на каждом из которых работает одна и та же игровая программа. Каждая игровая программа это, например, игра танки. Смотрим на картинку. У вас есть два танка, один красный и один синий. Каждый игрок контролирует один танк. Каждый танк может двигаться или стрелять ракетой. Локальным игроком мы будем называть игрока управляющим игровым объектом на локальном компьютере. Удаленным же игроком мы будем называть игрока управляющим игровым объектом на удаленном компьютере. На картинке вы видите, что на одном компьютере локальный игрок отображается синим танком. На удаленном он также отображается синим танком. С красным танком ситуация аналогична. Давайте пока забудем об удаленном игроке и сосредоточимся на локальном игроке Кроме того, предположим, что программное обеспечение разработано так, что два игровых объекта управляются двумя функциями Одна представляет локального игрока, вторая удаленного Эти функции GetInputLocal и GetInputRemote Как вы можете видеть, клавиатура обрабатывает данные локального игрока Удаленный игрок пока не привязан к клавиатуре и пока ничего не делает Если запустить игру, то игрок может управлять своим локальным танком Удаленный же танк останется без движения А теперь вот в чем загвоздка А что если функция GetInputRemote будет получать данные с клавиатуры удаленного компьютера? По сути, мы будем принимать данные удаленного компьютера для управления вторым игроком Это основная идея для синхронизации ввода-вывода Мы отправляем состояние ввода-вывода каждого компьютера В данном случае это их клавиатуры На другие компьютеры Поэтому каждый компьютер думает, что он запускает игру с двумя игроками на компьютере на одном Но одни данные приходят от локальной клавиатуры, а другие поступают, так сказать, с виртуальной клавиатуры Которая по сути является другим компьютером Этот вид синхронизации будет работать нормально до тех пор, пока точно такая же игра работает на каждом компьютере За исключением одной небольшой оговорки Локальный игрок на одном компьютере – это удаленный игрок на другом При запуске этой программы на двух компьютерах мы получим одну проблему Локальный и удаленный игрок будут находиться на одной и той же позиции Это может показаться странным Но давайте я немного внесу ясность Смотрим на картинку Когда игра запускается на компьютере 1 Она помещает красного игрока локального в координаты 100-100 И синего игрока удаленного в координаты 10-10 Тут вы видите это на правой части картинки Затем игра запущенная на втором компьютере делает то же самое Однако, с точки зрения первого игрока Синий игрок находится в координатах 10-10 Но удаленный синий игрок на другом компьютере Должен быть локальным игроком с точки зрения этой машины И следовательно должен быть в координатах 10-10 и синим Немного запутанно, но я думаю вы поняли Но этого не будет Так как работает одна и та же программа Чтобы этого не было, нужно чтобы каждая программа на конкретном компьютере была немного измененной Потому что удаленный игрок на одной машине является локальным на другой Каждая программа должна иметь, к примеру, отдельный файл с настройками местоположения локального игрока и удаленного А вот здесь комментарий от меня В современных сетевых играх обычно о координатах игроков знает сервер Который рассылает данные о местоположениях каждого игрока Или если нет сервера, то обычно расстановкой игроков занимается тот, кто инициирует игру То есть тот, кто создает сессию, а остальные подключаются к нему Ну и понятное дело получают свои координаты Итак, продолжим Итак, мы обсудили синхронизацию ввода-вывода Давайте пройдем кратко по ней еще раз Каждый компьютер запускает игру для двух игроков Каждый игрок принимает управление для одного игрока с физического устройства Это клавиатура, мышка, джойстик Для другого игрока получает данные управления с так называемого виртуального устройства По средствам получения данных по сети Таким образом, все что должен делать каждый локальный игрок Это передавать данные с устройства ввода по каналу связи на каждом игровом цикле А другой игрок будет интерпретировать эти данные как данные с удаленной виртуальной клавиатуры Поскольку каждая игровая программа одинакова, ну за исключением стартовых позиций Каждая игра должна быть синхронизирована Игрок на компьютере один поворачивает свой танк Он шлет эти данные на удаленный компьютер На котором танк этого игрока тоже поворачивается Синхронизация ввода-вывода обычно работает нормально Однако, иногда что-то может пойти не так Проблема может возникнуть, если часть информации будет потеряна во время передачи Но есть и другая проблема Одна машина может быть быстрее, чем другая Ну это так, пища для размышлений Итак, второй способ Векторно-позиционная синхронизация Это вторая тактика, которую мы можем использовать для соединения двух компьютеров Вместо отправки данных с устройств ввода Как мы делали в синхронизации ввода-вывода Мы отправляем данные всего мира Или по крайней мере, минимально необходимые данные с положением С положением всех объектов И состояний объектов игрового мира Этот метод похож на создание общего игрового пространства для двух компьютеров Ну, подобно общей памяти Это игровое пространство И все объекты в нем постоянно обновляются по каналам связи Векторно-позиционная синхронизация Более мощный способ, чем синхронизация ввода-вывода В этом случае мы знаем, что наши миры всегда синхронизированы Так как мы всегда отправляем данные о любых изменениях Будь то создание какого-либо объекта Уничтожение, передвижение и так далее Итак, комментарий от меня Ну, эта технология схожа со многими современными многопользовательскими играми То есть есть сервак, сервер, который, к примеру, создает арену На которой там сражаются игроки Далее, при подключении игроков, сервер рассылает данные всех игроков И данные всего мира в целом Вот, ну и у каждого клиента имеется копия этого мира Которая постоянно обновляется приходящими пакетами с сервера Ну и игроки отсылают, как бы, данные о себе Да, там, если сделал выстрел Клиент отправил Я сделал выстрел В таких-то координатах Пуля летит вот туда А дальше это приходит на сервер И хорошие умные серверы, которые без читов Сами высчитывают Мог ли игрок оттуда стрельнуть Если мог, то все нормально И отправляет всем другим игрокам Что улетела куда-то пуля или снаряд Итак, продолжим У этой технологии У векторно-позиционной синхронизации Есть один недостаток Это объем информации Который мы должны постоянно передавать по каналу связи Вы будете создавать игры Которые будут использовать модем для связи Потому что это то устройство Которым владеет Наша коммерческая аудитория Средняя пропускная способность модема 2400 бод Это если перевести в человеческий язык Примерно 7200 бит в секунду Или 900 байт в секунду Поэтому отправка большого количества информации Может быть проблемой Вы-то не забывайте, что Статья от 1994 года Сейчас уже Мегабайты можно за секунду передавать Десятки и сотни мегабайт Вот Но об этом все равно всегда нужно помнить Итак, продолжаем Лучший способ синхронизации двух игр Это использовать смесь разных техник синхронизации Например, синхронизация ввода-вывода Не позволяет создавать новые объекты в игровом мире Поскольку другие машины об этом просто не знают Однако, если мы отправим, к примеру, состояние О создании нового игрового объекта На удаленную машину Тогда на удаленной машине будет создан новый объект Игра продолжит работать без потери синхронизации Ну, в принципе, все Таких проблем, что один компьютер быстрее обработает Просто уже быть не может Ну, а на сегодня все Всем спасибо за внимание Подписываемся, делимся, ставим лайки, комментируем Всем пока